Всем тихой ночи! Не так давно мы обсуждали на этом канале уровень 9, который похож на типичную американскую загородную застройку. Некоторые люди пытаются жить на этом уровне обычной жизнью, но всё же кое-кто предпринимает попытки оттуда выбраться в обычный нормальный мир. Говорят, что если идти по указателям, около 300 километров, обстановка вдруг начнет меняться. Небольшие пригородные дома сменятся на городские небоскребы, а путник обнаружит себя на обычной городской улице. Неужто это тот самый знаменитый выход обратно в нормальный мир? Долгожданное спасение. Перед нами, на первый взгляд, обычный город. Даже люди кругом ходят, но пройдя несколько шагов по улицам этого места, путник может заметить некоторые странности. Нелогично размещенные двери и окна, ведущие в никуда переулки, бессмысленные указатели, а некоторые постройки стоят так, как будто бы для них не существует гравитации. При взгляде на такие здания, создаётся чувство, что они вот-вот могут рухнуть. Что ж, можно подумать, что это просто какой-то город с очень необычной архитектурой, но в целом-то всё нормально. Однако эта иллюзия быстро рушится, если попытаться заговорить с прохожими, ну или даже просто рассмотреть их вблизи. Станет очевидно, что по улицам тут ходят не люди, а безликие. Безликий – это всё ещё монстр Бекрамса, которого мы, кстати, обсуждали в одном из прошлых видео. Но безликие тут не совсем обычные. Все они ведут себя в городе так, как нормальные жители большого мегаполиса. Они имитируют походы на работу и в магазины, сидят в ресторанах и ждут на остановках автобусов. В общем, старательно изображают ежедневные свои дела. Было даже замечено, что они выгуливают монстров, похожих на собак. Но это не обычные собаки, это чудовищные гончие, которые на других уровнях довольно опасны, а на этом по неизвестной причине ведут себя как обычные домашние питомцы. Короче говоря, это и есть 11 уровень закулисья. И его особенность в том, что если сильно не всматриваться в происходящее, путник может действительно подумать, что он выбрался из Бекрамса в реальность. Или же при желании он может себя в этом убедить и попытаться здесь жить так, как будто всё нормально. И таких путников на этом уровне достаточно много. Так что встретить тут обычного человека вполне возможно. Некоторые из них пытаются создать для себя подобие обычной жизни. Находят себе жильё, ходят на работу, пытаются даже общаться с местными безликими. Есть и те, кто поддерживает работу местных магазинов, ресторанов и других заведений. Есть тут и целая радиостанция, где работают настоящие люди. Можно найти почтовую службу и даже организацию, которая пытается уничтожить монстров на этом уровне. Они ходят в деловых костюмах и ставят своей задачей поддержание иллюзии нормальности этого места. Чтобы местные обитатели могли жить в относительно обычном мире. Да, похоже на некоторую пародию на фонт SCP. Жизнь на этом уровне можно даже назвать в целом неплохой. Ведь это бесконечный и достаточно безопасный город, в котором попадаются достопримечательности со всего мира. А большинство монстров тут по неизвестной причине пытаются выглядеть, как что-то обычное. Но есть и некоторые опасности. Например, если пройти по определенному маршруту, можно наткнуться на дом, прозванный штабом. Это относительно невысокое, мрачное здание, выглядящее как типичное сооружение 40-х годов и заметно выделяющееся среди современных небоскребов. Вокруг штаба ходят молчаливые вооруженные люди, которые называют себя глазами Аргаса. И это небольшая военизированная секта, собравшаяся вокруг существа, живущего внутри. И известного, как, собственно, Аргас. Аргаса этого мало кто видел. Говорят, он выглядит как высокий человек, одетый в черный балахон, поверх военной формы. Ходят слухи, что он живет уже больше 500 лет и обладает очень обширными знаниями по поводу Бекрамса. Говорят, что он может ответить на абсолютно на любой вопрос насчет этого странного мира. Однако не каждый осмелится ему этот вопрос задать, потому что сам он объявил себя судьей задних комнат. Он написал книгу, которую называет незатейливо «Закон». И теперь его последователи занимаются тем, что убивают всех, кто совершил преступления, описанные в этом законе. Такие вот ребята. Потому без хорошего знания этой книги лучше к ним вообще не соваться. Ведь его незнание от ответственности не освобождает. Бывают тут места и поприятнее. Например, в одном из небоскребов расположилась радиостанция, где живет некий Ральф, который занял одну из частот вещания и ведет на ней несколько передач. Сам Ральф довольно дружелюбный и позитивный мужчина. На вид средних лет. Вроде бы обычный человек, старающийся поддержать образ простого парня. Хотя было замечено, что он совершенно не нуждается в пище и воде, а также никогда не спит. Еще Ральф никогда не говорит о своем прошлом и не отвечает на вопросы о том, кем он на самом деле является. При этом иногда он дает удивительно полезные советы по выживанию в мире Бекрумса. Что может говорить о том, что он знает об этом измерении не меньше Аргаса? Собственно, некоторые предполагают, что он является по сути тоже монстром Бекрумса и существом, подобным Аргасу. Большего о его природе узнать не удалось. Так или иначе, было замечено, что регулярное прослушивание передач, которые он ведет на своем радио, очень существенно повышает шансы на выживание. Но все же, если человек, который пришел сюда, оказался недоволен обманом и решит выбраться, если достаточно долго ходить по городу в поисках выхода, можно наткнуться на группу деревьев, в которые можно как бы провалиться сквозь них. И если это сделать, человек внезапно обнаружит, что здания 11 уровня остались далеко позади, а сам он в лесу, где листья на деревьях красного цвета. Если пойти в сторону видимых на горизонте высоток, то человек рано или поздно просто вернется на 11 уровень. А вот что происходит с теми, кто начинает блуждать по лесу, толком неизвестно. Может, потому что они и правда возвращаются в обычную реальность, а может, просто не выживают. Из тех обрывочных сведений, что каким-то образом попали в базу данных Backrooms, стало понятно, что среди деревьев скрывается множество опасностей. Про эти опасности известно мало что. Ходят слухи о каком-то существе, похожем на змею. Но никто из тех, кто выжил, не видел его вблизи. Так что, кроме всего, оно крайне опасно. Ещё ходят слухи о радиоактивности местных деревьев и о том, что если зайти слишком далеко, дышать становится невозможно. В общем, заходить в это странное место не стоит. Ещё на 11 уровне можно встретить необычное окно, за которым совершенно белое помещение. Интересно, что заснять его содержимое не получается, потому что на записи появляются помехи и подобие на строечной таблице. Поначалу считалось, что внутри есть только стол и стул, а также плотно закрытая дверь, которую считали лишь декорацией. Но как-то раз один из странников догадался подойти ближе к белой стене и обнаружил, что её в общем-то нет, и идти в белую пустоту можно бесконечно. А само это место можно считать отдельным уровнем, номер которого 12. Единственная проблема, что чем больше продвигаешься в это белое нечто, тем больше начинаешь страдать от амнезии. Что происходит с теми, кто уходит в белую пустоту, неизвестно. Из тех, кто ушёл слишком далеко, не вернулся никто. Может быть, там выход, а может быть и нет. В любом случае, те, кто не отдалился от стола и стула, смогли узнать, что в этом месте существует некоторый правильный порядок действий, который заставляет дверь в стене открыться, а за ней будет один из нескольких возможных уровней, три из которых ближе к началу закулись, а четыре дальше. Такой вот он одиннадцатый уровень. Очередной уровень, дающий ложную надежду на спасение, но не дающий его. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok